Всем привет! Я Гела и сегодня я вам покажу давно обещанный жгутик для браслета. В принципе, можно и колье делать таким жгутом. Очень красивое плетение. Для этого плетения я взяла леску, вот эту, про которую я вам уже говорила, садоводовскую. Обычная китайская леска. Такие вот бусины. Я уж не знаю, какие размеры. Вот смотрите, я положила на фоне сантиметра. Биконусы маленькие, вот такие камушки блестящие и бисер. Так, начинаем мы вот с такого набора. Бусина, биконус, бусина. Три пары. И завязываем узелок и проходимся вот по этому кругу еще раз. Ну, чтобы попрочнее была лесочка. Так, и выводим лесочку из биконуса, то есть из этой маленькой бусинки. Далее вот такой набор 5 бисера, биконус, 5 бисера и вводим в следующий биконус по кругу. Опять делаем набор 5 бисера, биконус, 5 бисера и вводим следующий биконус по кругу. Вот девочки это нужно, вот видите, вот таким образом и делаем вот такие вот арочки над каждой крупной бирюзовой бусиной вот далее я объясню девочки все тонкости пока расскажу по порядку может быть там не совсем понятно будет но это нужно будет вам взять в руки все и третий набор значит 5 бисера биконус 5 бисера и делаем вот такую третью арочку на 3 большой бусины вот мы сделали арочку теперь нам нужно вывести нить в вершину следующей вот этой арочки верхний биконус то есть мы проходимся далее по пяти этим битера и выводим углу следующий вот этот вот биконус в самую вершинку вот таким вот образом вот такой красивый элемент мы получили треугольный видите с вершинками с биконусами теперь вот эти вершинки нам нужно как бы соединить между собой посредством от этой большой крупной бирюзовой бусины то есть между ними мы вставляем по бусине вот видите следующий биконус и так 3 бирюзовых бусины мы вставляем по кругу и можно пройтись просто лесочку потом сделать еще один круг для укрепления значит нашего плетения так вот таким вот образом мы соединили три вершины и вставили три больших наших бусины то есть вы поняли да у вас три вида бусин здесь то есть крупная потом вот это для вершинок вот я взяла биконус и вы можете взять помельче там какую-то бусину и бисер то есть вы поняли да второй ряд мы собираем из бисера делаем арочки третий ряд вставляем крупные бусины и дальше второй третий ряд череду уже дальше вот такое начало жгута у нас получается видите девочки следующий ряд мы опять будем вот эти арочки делать из бисера следующие соединять эти арочки средством крупных бусин данном случае взяла все-таки покрупнее и как-то поконтрастнее чтобы было вам видно плетение я конечно тот еще видеооператор уж не знаю насколько это получится снять чтобы вам было понятно но мне кажется это нужно взять в руки и именно вот делать самим несколько раз я просто помню как я сама этому училась я много-много поиспробовала много раз бралась но и в итоге в принципе ничего сложного когда поймете принцип плетения то там уже вы можете подбирать материалы свои то есть здесь тоже все зависит можно подбирать совершенно разные формы цвета размеры материалов бусин и плетение смотрится по-разному этот шкутик можно плести не только тремя бусин бусин бусинами но и 4 и 5 и 6 то есть тут нет такого особого там четное или нечетное количество можно из 4 бусин плести из 6 из 5 там смотря какие у вас задумки и какие вы хотите в итоге размеры ну вот опять мы понаделали вот этих арочек то есть повторюсь набор 5 бисера биконус 5 бисера и потом вот эти вот биконус и вершинки соединяем посредством вот этих вот крупных бусин и не забывайте когда вы проходите круг из арочек вам нужно выйти в вершину это делается просто через бисер так ну продолжаем значит вот видите какой получается у нас уже вот начало жгутика продолжаем значит еще раз повторим 5 бисера 1 биконус 5 бисера и проходим вот так вот в биконус наш одну из вершинок одна ручка теперь еще пять бисер один биконус 5 бисера вторая арочка и таким же образом третью арочку затем соединяем все это большими бусинами ну и далее по кругу вот сейчас соединим все это большими бусинами и так далее так хотелось бы сказать девочки вот к примеру у вас закончилась ниточка то ли вам еще шить и шить вернее леска в таком случае вы просто напросто связываете конец конец лески с дополнительной которую вы берете связываете как можно ближе к шитью или даже если не получится уж совсем прям около бусин и продеваете ее прям по этим вот бусинам я в данном случае даже биконусы не проходила просто прошлось по бусинам чтобы внутри это лесочка осталось вот а затем подрезаете и сжигалочкой прижигается слегка поливаете она приклеивается вот и все и работаете дальше я вот тут попыталась конечно показать на видео но видимо когда уже увлекаешься работаешь все таки я не получается у меня нормально достойно снять вам я продублировала все-таки фотографии на фотографиях там может быть будет понятно вот эти мы делаем узелок там поближе к бусинам или если не получится как получится делаем узелок как следует вот и нормально проходимся иголочкой с леской по бусинам большим там дальше на фотографиях я показала в общем то это все нужно конечно не просто посмотрела все понял а естественно взять в руки самоплетение попробовать самим начать и там уже интуитивно вы дойдете сами до сути работы вернее не интуитивно а логически вот так правильнее вот сказать логическим путем вы уже сами поймете куда вам видите у меня все-таки уходят руки от камеры я увлекаюсь очень никак не получается снять вот на фотографиях вы сейчас увидите ну вот значит вы завязали узелок на конце эти до конца он не проходит ночи страшного в принципе леска она войдет в бусину и я даже ведь минуя биконуса прошлась просто по бусинам круг и у меня этот узелок остался внутри бусины там ну одно из бусин срезали лишнее опалили зажигалочкой и все и у вас прекрасное соединение никуда она не денется ну и шьем дальше опять 5 бисера биконус 5 бисера делаем арочки дальше выходим в вершинку соединяем тремя крупными бусинами и вот такое вот у нас получается жгутик так ну и теперь когда мы сделали нужный нам размер котика нам нужно его завершить как это сделать вот мы выходим из биконуса у нас леска да мы соединяем все эти три арочки через вот эти вот вершинки через биконусы и все и ведь какое красивое соединение у вас получается то есть вот закрываем нашу работу как бы далее мы проходимся несколько раз по нашему таким биконусом по вершинкам завязываем узелок вот опять у меня рука ушла далее мы побродим вот этой ниточкой по бисеру и можно даже куда-то внутрь в центр его отправить срезаем подпаливаем и вот такой аккуратненький жгутик вот с таким вот завершением у нас получается таким же образом оформляем другую сторону нашего жгутика теперь девочки посмотрите для сравнения вот такой вот браслетик например да вот смотрите вовсе не обязательно 5 бисера и биконус например я в данном случае взяла крупные бусины чтобы вам было видно вот чтобы было видно показать удобно да а вообще вы берете столько бисера чтобы он нормально обхватывал вашу вот эту вот самую крупную бусину там три можно там два и вершинка например можете вершинку также из того же бисера допустим арочка у вас состоит из пяти бисера то есть третий бисер у вас является вершинкой но там имейте ввиду чтобы иголочка дважды могла пройтись по этим вершинкам то есть проходила спокойно иголка вот смотрите девочки абсолютно идентичное плетение да здесь вот у меня по моему два бисера и вершинка и сплетен он по моему вот именно этот браслетик из четырех бусин там мелкие вот бусины да так теперь значит рассмотрим момент крепление как у нас будет крепиться браслет можно править вот так memory проволоку в данном плетении я часто memory проволоку использую можно пользоваться пином пины как используют пины я вам уже показывала на бижутерные гвоздики да вот а сегодня покажу как использовать memory проволоку вот смотрите вот эти вот образцы это я как раз таки училась когда плести вот тут вот этот розовенький он из пяти бусин видите вот абсолютно идентичное плетение путем подбора там материала формы цвета и так далее размеры выглядит это совершенно вот видите можно придумывать всевозможные всевозможные себе украшения естественно не только браслетики таким образом можно плести и колье себе и вот смотрите еще один момент смотря какие у вас материалы можно взять хорошую прочную нить просто ниточку или допустим если вы будете плести послабже то есть набирать вот эту арочку делать послабо свободнее подлиннее чтобы браслет был более гибкий вот как вот этот например такая гибкость и пластичность скорее подойдет удобнее для колье как мы можем длинные вариаты длинные какие-то колье там может быть даже перевязанные между собой там черное с белым например да а для браслетов можно плести поплотнее вот видите тоже на 5 по моему бусин большой опять бусин видите как по разному смотрится и еще есть такой момент если вы будете делать арочки покороче допустим бусины тем самым утопиться как бы внутрь слегка если посвободнее да арочки подлиннее там по размеру то бусины видны хорошо ну в общем это все на опыте приходит вот видите даже бусину из бусин можно сделать крупную вот такую бусинку просто путем плетется абсолютно точно также просто подбираться размеры вот этих крупных бусин от маленьких большим и можно делать даже вот круглые такие вот элементы красиво а вот на 4 бусины еще раз повторюсь не имеет значение четное или нечетное количество бусин основных вот видите можно цвет вот тут вот на 3 бусины и я просто подбирала их по цвету ну и вот так вот шла бусина над бусиной и видите вот такое вот получилось красивое плетение ответе сколько всего интересного можно таких разных эффектов добиться одним лишь плетением вот настолько мне очень нравится этот жгутик именно вот это вот плетение даже бусины можно делать совершенно потрясающие можно придумывать вещи но вот эти браслетики я вам скажу конечно мои первые первые работы я столько тренировалась училась у меня вот видите пластиковые даже вот эти вот дешевенькие я брала потому что попробовать и так у меня не поднялась в кайф распустить так они у меня и остались пусть будут вот видите бусинки вот элементы можно вставлять придумывать всякие разные интересные браслетики колье и серьги делать себе в таком стиле сейчас немножечко замочках расскажу вот смотрите мне кажется непосредственно для браслетов вот этот вот замочек карабин это не самый лучший вариант но я просто тогда как-то не знала еще и пробовала по всякому все таки карабинчик чтобы застегнуть он конечно никогда уже не потеряется как говорится да но тут наверное вам нужна помощь его не также легко застегнуть одной рукой там да например но на мой взгляд для браслетов идеальный вариант это магнитный замочек вот как здесь на черном браслетике и замочек тогу называется это вот так по моему на следующем сейчас будет видно ну вот на этом бордовом браслетике как раз замочек тогу но он слишком маленький здесь на мой взгляд это сейчас я уже вот вижу понимаю тогда видимо у меня было была возможность только вот такой замочек маленький использовать но сейчас мы где-то поближе покрупнее покажем вот опять карабинчик да ну карабин конечно проблематично все-таки застегнуть его одной рукой вот плетение тоже из этих светлых бусин все как красиво смотрится контрастные вот эти вот пусть надо вот смотрите на 5 бусин жгут и на 3 бусины жгут можно делать чокера себе там допустим крупные какие-то и браслет например потоньше а чокер потолще ну вариантов конечно всевозможных масс там уже вы смотрите на ваш вкус так ну а теперь давайте приступим собственно говоря к креплению вот видите можно из двух элементов браслетики делать там из трех это все уже дизайн как говорится это уже вот творчество ваше а сейчас вот та самая мэмори проволока ну с этой проволочкой собственно говоря никаких сложностей каких-то хитростей нет мы его так вот берем и аккуратненько проталкиваем в наш жгутик тут конечно нужно немножечко повозиться заморочиться но вот вот так вот продеть на все жгутик и попасть точно в наши вот эти соединения да ну а дальше уже творчество на эту проволочку вы можете надеть данном случае у меня видите образец я его конечно распущу но все-таки покажу вам до конца сборку вот можно вот такие концевики и там насадить например да можно шляпки у меня вот нет под рукой шляпки никакой подходящий по размеру поэтому я просто насажу бусины и вот такие вот разделители они называются ну вот то что у меня сейчас на данный момент есть ну и конечно же если вы сплетете длинный жгутик по размеру то эти бусины не нужны в общем здесь уже дизайн полностью ваш вот данном случае мы сделаем вот так я вам покажу да далее мы значит берем наши инструменты круглогубцы и также как я вам раньше показывала с пештерными гвоздиками вы уже знаете как закручивать таким же образом закручиваем петелку и насаживаем на нее я в данном случае возьму магнитный замочек ну магнитные замочки в свою очередь тоже бывают разными кругленькими всякими вот у меня вот эти вот такие овальненькие со стразиками они бывают там всякие разные красивенькие или просто кругленькие шарики вот там в случае вот это вот по цвету вроде бы подходит слишком уж большая вот желтенький золотой самое то насаживаем замочек и зажимаем круглогубцами и плоскокопцами нашу петелку вот с одной стороны наш браслетик мы обработали далее теперь проделываем те же манипуляции с другой стороны мы насаживаем бусинки да и дойдя до нужного нам размера мы обрезаем кусачками нашему морепроволоку и проделываем все то же самое с этой стороны браслета с этого конца браслета ну должно сказать девочки что в данном случае вот сегодняшнем видео конечно моя задача прежде всего была показать вам сама непосредственно плетение поэтому это конечно не браслета что-то недо браслет какой-то я конечно распучу но все вот эти вот манипуляции все вот эти вот шаги как собрать уже полноценный браслет я вам все равно все таки показала что хотелось бы сказать по поводу сборки бижутерии если мы с вами допустим любим позаниматься своими лоскутками и даже может быть повязать где-то то мы вполне я всегда говорю мы рукодельничаем с тем что у нас есть дома мы можем где-то обойтись даже без швейной машинки и без специальных каких-то тканей и без специальных покупок каких-то инструментов только лишь тем что есть у нас дома то если вы все таки решили заняться бижутерией здесь уже так не получится не получится обойтись только тем что есть у вас дома для сборки бижутерии конечно нужны определенные закупки это ну конечно же там бисерные веглы там материалы бисер бусины да и опять таки всевозможные разделители шапочки обниматели для бусин концевики замочки их бывают разное множество всякие всякие разные замочки бывают ну в общем покупок здесь много в общем то конечно для себя можно купить буквально штучно их все это сейчас везде всюду есть все продается попробовать собрать для себя какие-то там браслетики украшения да но я хочу сказать о том что конечно что-то купить вам придется если вам захочется это сделать как-нибудь я сделаю видео именно был об инструментах и материалах для сборки бижутерии потому что бижутерию естественно можно собирать не только таким образом она бывает разных видов вот ну а сегодня вот такие вот браслетики собрала я все что у меня было где-то там какие-то на переделку я приносила какие-то просто те что вот училась я делать еще с тех пор валяется вот видите какой красоты можно всякой разные золотых бриллиантов себе наделать и что интересно иногда получается такой подбор вот совершенно вот эти вот мятного цвета бусины да они совершенно копеечные пластмассовые а вот эти крупные это уже камушки ну из камней бусины и и казалось бы вот из пластмассовых обычных пластиковых акриловых бусин с бисером можно собирать очень красивые такие достойные вещи но только лишь правильно подобрав там цвета например цветы размеры и так далее то это мятный браслетик выглядит очень достойно хотят совершенно абсолютно бросовые практически бусины и бисер свою очередь даже фурнитура вот видите вот этот замочек тогул как раз таки вот здесь крупным планом видно даже вот этот замочек может служить украшением как бы элементом браслета они бывают тоже все очень красивые так видит там всевозможных даже каких-то форм определенных в общем ну интересная эта тема конечно бижтерии а на сегодня это все девочки я с вами прощаюсь и в следующем видео скорее всего будет тема уже новогодние скоро новый год и мы с вами посмотрим разные всевозможные лоскутные быть может новогодние идеи всего вам доброго заходите еще и пока пока